Добрый день, уважаемые коллеги! У нас не было с вами давненько пресс-конференция, поэтому я рад, что вы присутствуете. На этой пресс-конференции пришли. Ну, наверное, первый вопрос, который волнует сегодня не только Ивангородцев, но и всю Ленинградскую область, это смещение сроков отопительного периода в первом районе города Ивангорода. Значит, начну, наверное, с небольшой предыстории, почему все-таки это произошло и что этому сопутствовало. Значит, теплотрасса, которая идет от Кингисепского 5 до практически от Кингисепского шоссе и уходит в первый микрорайон, она была построена более 40 лет назад. И 40 лет практически к ней никто не прикасался. За последний год, за отопительный период 15-16 года, значит, произошла 81 авария на наружных стихтях. Из них 38 аварий, это было на трубопроводах микрорайона номер 1. И из них 9, это на теплотрассе, которая пересекает Кингисепское шоссе. 9 раз нам приходилось за зиму останавливать первый микрорайон для того, чтобы залатать те дыры, которые там были. 9 раз мы останавливали, 10 лет раз запускали, а это завоздушивание, а это, опять же, грязная вода. В общем, и все сопутствующие отсюда моменты. Поэтому в 2015 году, когда мы заменили теплотрассу к домам по улице Федюнинского 5, 7, 11 и 10, и должны были заменить теплотрассу, подключить к этой теплотрассе школу, значит, нам школу подключить не удалось, потому что когда мы провели конкурс, у нас остались деньги, но времени не хватило на то, чтобы, значит, подключить эту школу. И в 2015 году мы обратились к правительству Ленинградской области в начале 2016 года о выделении денежных средств на замену теплотрассы от Кингисепского 5 до детского садика номер 1 с проходом под Кингисепском шоссе. Значит, нашу заявку в комитете ПОТЭК приняли, одобрили. Значит, документы мы подали, сметы мы подали на экспертизу, значит, была проведена экспертиза сметы, получено положительное заключение, значит, мы попали в адресную программу, и нам были выделены денежные средства на замену нашей теплотрассы. Почти, по-моему, 11 миллионов рублей – это областной бюджет, 600, 702 тысячи – это нам районный бюджет выделял на софинансирование, и порядка 100 тысяч, по-моему, это местный бюджет. Значит, были проведены все конкурсные процедуры, определен подрядчик, полтора месяца шли, как всегда, у нас конкурсные процедуры, значит, был определен подрядчик. Я благодарю подрядную организацию, которая все-таки пришла к нам. Это единственная подрядная организация, которая согласилась в таких условиях работать и в такие сроки выполнять эти работы. Никто больше не пришел, всего была одна подрядная организация, которая именно согласилась проводить эти работы. Сроки были действительно очень сжатые, и поэтому работы приходилось выполнять в стесненных условиях. И вы все видели, в каком состоянии, особенно за Киндисептимом шоссе, где дома 18, 20, 22. Там вообще очень тяжело шла работа. Ну, подрядная организация все-таки с этой работой справилась. Значит, на ремонтные работы подрядной организации было дано всего один месяц. Когда мы принимали такое решение по строительству данной теплотрассы, по ремонту данной теплотрассы, я, честно говоря, не думал, что именно в таком состоянии находится теплотрасса. Я говорил о том, что и обещал жителям о том, что, значит, как только на улице наступит температура ниже 8 градусов, средняя температура в течение 5 дней, значит, мы постараемся завершить работы, привариться к старой теплотрассе и уже после этого принимать какие решения. Если температура была бы достаточна для того, чтобы продолжать работу, мы бы продолжали работу. Если, значит, она недостаточна для продолжения работы, значит, мы бы перенесли эти работы на весну. Значит, когда мы увидели, что действительно люди начинают, в общем-то, под Мерзай, детские сады, дети имеют в детском саду, значит, в детском доме, в школе. Было принято решение, значит, при остановке работ и подключению новой теплотрассы к старой теплотрассе. Это в районе, значит, дома 18-го, в теплокамере у дома номер 18, по Кингисепскому саду, когда мы уже туда дошли практически. Когда мы приварились к старой теплотрассе, утром начали подавать теплоноситель тепло, в метрах в трех от сварки нашей произошел порыв, и, в общем-то, нам пришлось снова отрезать эти трубы и продолжать дальше работать. И когда мы вскрыли ту теплотрассу, мы посмотрели, что привариться практически не к чему было. И поэтому все-таки было принято, опять же, решение о том, чтобы продолжить работы до той трубы, которая нам позволит привариться и хотя бы, ну, по нашему мнению, без аварийности прожить до весны. Значит, кусок такой трубы мы нашли, и 18 числа в ночь с 18 на 19, значит, в 2.30 были закончены последние работы, были, значит, пристыкованы новые трубы к старым трубам, значит, и началось заполнение теплотрассы. До 9 утра мы занимались промывкой и дезинфекцией теплотрассы, значит, сдали анализы СЭС на проверку, и после этого, значит, 19-го в 9.30 начали запускать наши социальные объекты, это детский дом, это детский сад, это школу. Значит, пока не подали теплоноситель вот в эти три объекта, не подключали дома. И где-то с 11.30, с 12.00, с 19.00, значит, начались уже подключения домов. Вот. Нас вопрекают в том, что мы, в общем-то, начали делать это поздно. Я хочу сказать о том, что за летний период мы не просто не сидели сложа руки, но, в общем-то, работали, и работали довольно-таки неплохо. Я вам сказал о том, что в отопительном периоде произошла 81 авария, вот, и поэтому часть аварий мы устраняли в отопительный период, и основную часть аварий мы, конечно же, устраняли именно в летний период. Это начиная с мая месяца по сентябрь, по октябрь, практически по октябрь месяц. За это время, кроме вот этих двух, вот этой теплотрассы, которая у нас шла от Ингисепского 5 до детского садика, мы заменили теплотрассу, значит, от Федюнинского до школы. Сегодня школа также полностью получила новую теплотрассу. Значит, за это время заменено почти километр, а точнее 90-61 погонный метр в разнообразных труб на теплотрассах. 160 метров заменили, погонных метров труб заменили на теплотрассе по улице Пионерская 5, дом номер 5, подключили, проложили новую теплотрассу. Значит, улица Котовского 10, 70 погонных метров теплотрассы было заменено, 60 погонных метров теплотрассы было заменено, Кингисепское шоссе дом 6, 40 погонных метров теплотрассы было заменено по улице Котовского дом 21, 170 погонных метров теплотрассы было заменено по улице Садовая 8, улица Восточная 5 – 105 погонных метров теплотрассы И улица Восточная 1, 96 погонных метров теплотрассы. Поэтому, значит, и в принципе это еще не все. Это, в общем-то, только начало той большой работы, которую мы планируем сделать. Нам не удалось на сегодняшний день заменить теплотрассу по улице Восточная у дома номер 7. Там сейчас находятся трубы, они лежат, готовые к замене. Но в связи с тем, что отопительный, межотопительный период, он очень небольшой, работы приходится делать много. Поэтому эту работу мы перенесли на весну. И как только будет закончен отопительный период в мае месяце, сразу же там начнутся работы по замене теплотрасс, по улучшению качества теплоносителя, это к детскому дому, к Федюлинскому 13, к Федюлинскому 17, к Восточному 14, к Восточному 16. Вот к этим домам. Значит, на Парусинке удалось заменить почти 60% теплотрасс. Значит, в этой части города где-то процентов 30 теплотрасс удалось заменить. Но самое главное, что нам все-таки это удалось сделать, у нас сегодня от котельной БМК 28 до Федюлинского 11, за исключением небольшого участка, который идет вдоль детского садика, это наружная теплотрасса, значит, теплотрассы находятся, в смысле теплотрассы полностью заменены. И поэтому я считаю и говорю о том жителям, что практически первый микрорайон мы больше отключать не будем. Ну, я надеюсь, что эти теплотрассы прослужат лет 40 не меньше. Вот за это время, в принципе, первый микрорайон мы отключать не будем, за исключением, я еще раз говорю, вот тех домов, где нам уже надо будет внутри кварталки менять. Это вот Федюлинского 13, А17, вот там мы будем менять, да, там еще будут проходить работы. Ну, это уже будет внутри квартальные такие отключения. Вот это будет не весь микрорайон отключаться, а, допустим, там, ну, 4, там, 5 домов, 3 дома, допустим. Это уже будут совершенно другие отключения. И это все будет происходить, в общем-то, все в межотопительный период. Свои извинения всем жителям первого микрорайона за то, что нам пришлось вот поддержать их без тепла. Но, еще раз говорю, что я гарантирую о том, что этот первый микрорайон будет уже с надежным и качественным теплоносителем. Есть вопросы, которые задали жители. Повышение на 40% платы за отопление – это слухи или правда? Это слухи. Никакого повышения на 40% платы за отопление не будет. Возле дома «Восточная-3» в апреле этого года меняли трубу. Видимо, работа была выполнена недобросовестно, что в октябре разрыли все заново. Или это нагревательское отношение рабочих, в том числе и начальства. О населении не думают. Нет, о населении думают. Там действительно раскопали трубу. И труба на самом деле находится тоже в плачевном состоянии. Ее надо практически менять полностью. Поэтому сейчас они делают все-таки ставки для того, чтобы у жителей была горячая вода. И дальше, я как и говорил, что мы планируем уже менять не кусками, а именно менять сотнями метров теплотрассы для того, чтобы эту теплотрассу привести все-таки в нормальное состояние, и чтобы они у нас больше не рвались. Федюнинского 11 в прошлый год было холодно, плохо, плохо отапливали. Заменили трубы, что опять сидим без отопления. Значит, действительно, Федюнинского 11, и я там был сам в подвале неоднократно, и встречался с жителями, и спускался в подвал, и смотрел этот дом. И действительно, в квартирах было отопление не больше 16-17 градусов. После того, как мы приняли решение о спрямлении этой теплотрассы, значит, и в прошлом году мы выполнили эти работы. За всю зиму, за весь зимний период 15-16-го года у меня не было ни одной жалобы на Федюнинского 11. Значит, если у кого-то там действительно сейчас в квартире нет отопления, или там холодно, я готов сам прийти в эту квартиру и посмотреть, потому что я гарантирую, что на Федюнинского 11 сегодня тепло должно быть в нормальном, в хорошем качестве. И тепло там, там даже в квартирах, я разговаривал со многими жителями, они сказали, что мы даже открываем форточки на жарко. Поэтому с новым теплоносителем качество подачи отопления на Федюнинского 11 улучшилось сразу. Сколько на сегодняшний день осталось подключить домов к теплу в первом регионе? На сегодняшний день подключить дома 2, 5, 7 по улице Восточная, дом 7 по улице Федюнинского. Работы сейчас ведутся на внутренних сетях. На внутренних сетях порвались лежаки, где-то стояки, где-то не заменены батареи. В общем, управляющие компании обещают, что сегодня к вечеру отопление будет подано во все дома абсолютно. Значит, и дом Кингисепская, 24, это работы ведутся на наружных сетях. Значит, я тоже с утра разговаривал с тепловиками, они сейчас там работают, и они обещают, что сегодня, значит, к вечеру работы будут закончены, и в дом будет подано отопление. Практически я рассчитываю, что на завтра у нас не будет ни одного дома, который не имеет отопления. Так, по крайней мере, меня заверили наши управляющие компании. И горячая вода будет подаваться? Ну, а куда же снять? Конечно, нам удалось сделать по благоустройству города. Значит, в этом году мы планировали отремонтировать улицу Матросова, улицу Петроградскую, улицу Наровскую. Значит, я вам докладываю о том, что эти улицы сегодня заасфальтированы. Две улицы, это Матросова и Наровская, приняты, и у подрядных организаций, и оплачены им все денежные средства, которые положено было оплатить. Значит, улица Петроградская, она выполнена сегодня, заасфальтирована от так называемого дома Малютки до пешеходного пункта пропуска на МАПе. Значит, есть небольшие замечания у отдела городского хозяйства. Значит, был составлен протокол по этим замечаниям. Сейчас эти замечания направлены подрядной организацией. Подрядная организация должна их устранить в ближайшее время. Вот, и после того, как комиссия примет, значит, эти замечания, и они будут устранены, значит, после этого будут подписаны, акты выполненных работ, и после этого произойдет, значит, оплата за эти работы. В этом направлении, я говорю, мы работаем. И вчера я был в правительстве Ленинградской области в Дорожном комитете, значит, у нас оставались после торгов где-то миллион с небольшим, около миллиона, там, миллион с небольшим денежных средств. Значит, мы попросили эти деньги нам, чтобы оставили для нужд города комитет и комитет дорожного хозяйства и Александр Юрьевич Звезденко приняли такое решение, оставили нам эти деньги. Значит, сейчас подготовлена конкурсная документация, и мы заменим часть улицы механическая, там, где люди ездят на Юрокорпорейшн автобусы, заходят, значит, на ВНИИК, там, где у нас есть база и водоканала, и рыбного завода, значит, там и плитку там делают, и на КУЭТ. Вот, там очень большой участок, который разбит, вот, и, значит, нам все-таки это надо, необходимо сделать. Мы в этом году получаем деньги, но, скорее всего, если погода не позволит, контракт будет переходящим, значит, работа тогда начнутся в мае месяце. Работы эти будут, в общем-то, закончены. Значит, также нам удалось сделать дорогу по полюсовоцкой, отсыпать дорогу в Щебне. Значит, эту дорогу комиссия вместе с представителями жителей этой улицы приняли, подписали акты, ну, по крайней мере, я знаю, что люди остались довольны тем, что там сделано. Сейчас там по просьбе жителей сделано уличное освещение, значит, и ближайшее оно уже сделано. Сейчас, значит, идут последние подготовка документации и в ближайшее время, значит, по улице Ребзаводской будет, значит, включено уличное освещение. Также, значит, был сделан тротуар от Садовой, улицы Садовая, дома 8-10 до улицы Гагарина, значит, этот тротуар тоже выполнен, работы приняты, комиссия приняла эти работы, подписали акты и проявили оплату. Также у нас на деньги, которые нам выделяли депутаты законодательного собрания, значит, мы планировали установить в первом микрорайоне две площадки, значит, площадку спортивную и площадку детскую. На сегодняшний день, значит, по детской площадке и по спортивной площадке конкурсы проведены, подрядная организация определена, значит, и до конца месяца обе площадки будут смонтированы. Детскую площадку сейчас уже начали монтировать, значит, и спортивную площадку тоже уже начали смонтировать, некоторые уже элементы на сегодняшний день уже установлены, так что в ближайшее время там будут две нормальные детская и спортивная площадка. И 340 тысяч рублей, значит, депутаты Совета депутатов, Ивангородского Совета депутатов, значит, приняли решение выделить на благоустройство этой площадки. Сегодня в 18 часов будет конкурсная процедура, определим победителя и планируем на следующий концу, следующей неделе, значит, заняться уже благоустройством этой площадки, это будет установлен бордюр по периметру всей площадки, чтобы взрослые не мешали детям, а дети не мешали взрослым, поставлены скамейки, значит, будут установлены урны, просто мы тоже это сделаем, и поэтому практически я считаю, что до конца месяца, но сейчас идет подготовка к бюджету, значит, к формированию бюджета, заслушиваем все бюджетополучатели, значит, смотрим на их хотелки, естественно, хотелось бы все принять и сделать как можно больше, но пока окончательный вариант по доходной части бюджета не сформирован, поэтому вот мы сейчас, еще раз говорю, собираемся, рабочая группа работает каждую неделю, проводим совещания, значит, заслушиваем бюджетополучателей и, значит, определяемся, что им оставить, что пока положить в загашник, вот, ну, подготовка к бюджету идет, я думаю, что бюджет будет сформирован вовремя, значит, сформирован вовремя и вовремя будет направлен в комиссии Совета депутатов и опубликован на сайте и в газете, чтобы наши жители могли посмотреть и внести свои там коллективы, если желание есть, значит, дать свои предложения по доходной и расходной части бюджета.